всем салют друзья приветствую вас на канале кастом трак у нас достаточно холодно 4 градусов мороза такая погодка знаете снежок но тем не менее в попе колется и я в гараже гараже почему потому что здесь камаз он требует внимания и хочется хотя бы чуть-чуть хотя бы чуть-чуть его покрутить чем мы сегодня и займемся я уже скажу вам честно чуть-чуть здесь сделал некоторые вещи и сейчас поделюсь с вами тем что я сделал еще хотел бы вам сказать следующее сегодня у нас будет видео с камазом и с уралом сегодня мы отгоняем урал к человеку который будет нам делать кунг который нам поможет это сделать вот но это чуть позже сейчас займемся камазом камаз я решил начать делать с того что устранить мелочевку которая нам не позволяет к нему подбираться скажем так то есть допустим подножка до подножка которая болталась и в камаза залазить было невозможно проблема была в следующем здесь вот здесь вот ухо было чуть-чуть надломано и поэтому эта часть крепилась хорошо а эта часть скрепилась очень плохо она просто была надломана эта подножка у нас заменена она не родная просто установлена другая видите даже болтика у не хватает и она сломана нужно нам найти эту подножку может у кого-то из вас есть такая подножка алюминиевая не китайская именно сссеровская буду очень признателен если вышлите без проблем то есть суть в чем взял шинку толстенькую такую видите где-то три с половиной и и обварил просверлил отверстие 2 и зажал теперь у нас подножка мы можем спокойно заползать в камаза то есть эта подножка достаточно высоковато знаете а вот с этой уже поудобнее далее так сделал крепление нашей вот этой вот стоечку сделал так почему объясню вообще бывает два варианта поднятия вот этой вот передней панели первый вариант это стоят вот здесь стойки принципе как у нас и было в оригинале вот 2 здесь 1 и там 1 но поскольку вот эта панель у нас заменена она не родная она вот здесь ударена вмята было но я ее подровнял подрихтовал мне пришлось ее снимать откручивается вот здесь два болтика и там 2 и она снимается значит вернемся к нашему вопросу первый вариант установки это два фиксатора по бокам второй вариант это центральная стоечка это более надежный вариант то есть точку взяли здесь ее фиксатор этого у нас ничего не было я снялся ржавой кабины и уже установил сюда к нам вот здесь когда снял панель приварил фиксатор он достаточно просто все вот ставится ведь и снимается вот здесь тоже приклепал красочкой покрасил и фиксатор уже который именно саму палочку фиксирует тоже его закрепил но здесь штатное место на штатное место вот теперь у нас легко просто берешь поднимаешь стоечку закрепил опустил как у вас в девяточки вот здесь у нас очень сильно было вмята подровнял здесь панель то есть нам принципе и уже снимать не придется просто подшпаклевать и все вот теперь вот эта палка нам уже не нужно понимаете постоянно почему потому что здесь чтобы поднять кабину нужно поднять вот эту решетку вот так что теперь у нас есть стоечка и мы можем спокойно поднял поставил не надо эти палки палка упала и и по голове ударила вот еще самое первое что я хочу сделать друзья но нам нужно сделать вот эту вот еще ручку тоже чтобы заползать не за руль руль не рассчитан на такую нагрузку поэтому часто они отломаны здесь вот вообще нужно вот эту ручку но у нас эта ручка вот здесь отломана обратите внимание видите вот ну мы поставим другую я думал приварить но наверное сюда я резинку не одену не смогу но я сейчас попробую одеть резинку если удастся резинку одеть мы тогда сниму вот здесь два болтика и там 2 откручу ее и просто и напросто ее заварим если удастся одеть резинку сейчас я этим займусь тоже и вторая проблема у нас это друзья руль он просто ужасный ну согласитесь со мной просто катастрофически ужасный вот поэтому сразу же поменяем руль и вставим сюда надпись камаз после чего наш камаз приобретет сразу катастрофически другой вид он станет сразу же оригинальнее вот сейчас займемся мы ручкой и рулем и будем уже ремонтировать вместе с вами потому что часто вы мне пишите что дима снимай как делаешь они снимай конечный результат поэтому будем снимать как делаем и да друзья вот наша ручка до которую нам нужно установить но к сожалению она видите наоборот то есть она хочет вот здесь установится вот так вот поэтому нам нужно вот здесь отпилить здесь отпилить здесь отпилить и заново прикрутить или приклепать то есть поменять саму ручку получается чтобы открутить эту ручку пришлось откручивать панель откидывать здесь вот два болтика таких специальных и сзади держать но каково было мое удивление да когда стояли оригинальные вот эти болтики с фиксатором не в виде граверки до фиксатор против откручивания а пластиковая вставочка видите как в современных болтиках то есть я впервые вижу в сссср овской технике чтобы стояли болтики с гай точнее гаечки с вот это вот капроновой вставкой против откручивания обычно граверки стоят то есть такие технологии все-таки были и при ссср это и знаете это одноподобие современных вот этих вот гаек с пластиковой вставочкой чтобы не откручивались интересно спустя 40 минут вы можете меня поздравить я не знаю какие технологии применял ссср для вот это вот заклепок этих они стальные и мне чтобы их выбить вот эти две заклепки ушло 40 минут друзья ну точнее 4 не как я спилил их болгаркой и выбивал ей что только делал я не мог их выбить оттуда пока не взял горелку газовую погрел только после этого смог их раз соединить скажем так сейчас ставил обратно обварил думаю будет работать ну вообще я не знаю если бы заклепки могли ругаться наверное они бы меня не знаю какими матами обложили столько и более причинил но тем не менее результат есть вот так сейчас установим ручку всего прикрутил друзья сейчас красочкой чуть-чуть прокрашу чтобы не ржавела ржавчины чтобы не было и теперь нам осталось установить пластиковую крышечку чик сюда и все будет супер финальные аккорды друзья оригинальные болтики второй у нас еще здесь вот это наш не родной болтик вот наш родной он в идеале а этот просто такой же как ярко у нас совпал интересно или нет не совсем чуть-чуть камера мешает ниже так 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 Продолжение следует... Итак, друзья, финальные аккорды. Финальные аккорды. Дядя Дима хотел сказать и уронил шуруп. Теперь поползет за ним вниз. Вот. Ну, в общем, друзья, уже... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вот, друзья, финальные аккорды. Чуть-чуть здесь у нас не получается. Просто когда заклепки делал, то подогнул чуть-чуть. Зараза, блин. Сейчас закрутил. Вот. Вот. Последний аккорд установки нашей ручки. Болтики удалось найти оригинальные. Сейчас протрем ручку. И, в принципе, эта деталь уже будет готова. Пришлось повозиться, конечно. Ну, да ладно. Оно того стоит. Вот. Как вам, а? Вот эта ручка. Я понимаю. Так. Сейчас будем убирать эту страшилищу. Страшилища. Наконец-то мы поставим нормальный руль. Уберем эту порнографию. Сломанную. Ключик на 32. У нас, кстати, когда мы ехали, руль мешал мне постоянно смотреть на приборы. Сейчас нам нужно поставить. Как же его снять-то, а? О! Пошел. Сейчас поставим руль классный. Этот мусор выкидываем. Пока. Классика. Здесь у нас руль тоже не суперский с надписями. Но он хотя бы черненький. Ориджинал. Ой, круто. В общем, пришлось чуть-чуть там подогнуть усик и установить ниже гитару, поскольку руль по ходу камазовский и ураловский отличаются чем-то. Не знаю чем. И чем-то отличаются. Плюс здесь язычок такой есть на откидывание поворотов, выключение. Он у нас не будет работать, поскольку руль, видимо, все-таки не такой. Так. Чуть-чуть еще. Вот так. В идеале. Ну как вам? Новый руль-то? А? А? Мне вообще суперски нравится. Сейчас мы еще поставим изюминку самую основную. Это камаз. К сожалению, с надписью гусь, наверное, кто-то очень любил гусей. или у кого-то была такая кликуха в армии. Ну как вам? А? Народ. Вот это уже камаз. Да? Вот это уже камаз. Вот это уже камаз. Сиденье подрессорено у нас, друзья. Это же вещь. Это вещь. Еще нам предстоит тоже сделать, вот видите, здесь глушилку нормально. У нас она сейчас вот в таком виде. Вот. Но ничего страшного. Потихоньку разберемся. Потихоньку, помаленьку сделаем. Уже сегодня мы порядочно сделали из вещей, которые первой необходимости. Чтобы мы могли спокойно заползти в камаз. Чтобы нас не бесил этот руль. Он тот точнее. Вот. И, соответственно, у нас машинка уже потихоньку приобретает классный вид. Ну а сейчас мы погоним Урал к нашему челу, который займется кунгом. Так что пойдем запускать Урал. Кто соскучился по Уралу, сегодня наслаждайтесь. Стоит уже порядком. Даже не помню сколько, друзья, стоит, если честно. После замены генератора стоит. Посмотрим, как он запустится. Масса. Я думаю, будет тяжеловато. Морозы все-таки. Давай, родной. Газ в пол. Я считаю, это идеальный запуск. Сцепление. Чуть-чуть почувствовал нагрузку. Большие обороты не будем давать. Пусть работает, греется. Сейчас мы на нем поедем. Как смотрятся таблички, да? По-моему, круто. Урал вообще у нас красавчик. Красавчик. Да пусть греется. Зарядка идет. Генератор заменен. Чем-то заскучился по Уралу. Для вас. Ну, по Уралу Соскучился, ребят Честно говоря Честно говоря, соскучился Ну, не важно Сейчас душ вот чуть-чуть Отведем И все будет четко Друзья, выезжаю Камеру держу В руке Потому что на морозе Сломались все мои крепления Вы представляете Сегодня начал Пытаться Установить камеру И, в общем Сломались два крепления сразу Ну, вот так идем Все в синим дыму Сзади Ну, а так все нормально Как обычно Идем в сторону элеватора Легендарный памятник Зелу Быть может кто-то из вас Не видел еще Смотрите справа Здесь большая у нас организация История которой Начиналась с села В 99-м году Организация называется Прометей В ближайшее время Саша Так зовут человека Который будет нам делать Кунг Будет им заниматься Будем снимать Результаты его Что он будет делать Надеюсь У нас все получится Надеюсь Он справится Но я думаю Он справится В принципе Вот Работы очень много Не знаю Сколько это времени займет Но, тем не менее У нас есть чем Заниматься дома Точнее на базе Будем заниматься КамАЗом Потихоньку Помаленьку Его восстанавливать Вот Ну В общем Подъеду туда Сниму вам Сниму вам Все, друзья Мы прибыли на место Дислокации Урала В ближайшее время Он будет ночевать И жить здесь Пока Саша Будет Ремонтировать Нам Кунг Знакомьтесь с Сашей Здесь все Подписчики Сбежались Каким-то образом Они оказались Живут рядом Так что Будут Саши Помогать Свободное время Урал на месте Он уже ждет Первых работ Как и вы Наверняка Вы сколько мне писали Что давайте Побыстрее Вот и дождались Того момента Когда займемся Кунгом Уральчик здесь Припарковался Очень красиво Вот так он стоит Так что Все На этом Сегодня все Огромное спасибо Что смотрели Это видео Не забывайте Подписаться На канал Чтобы не пропустить Следующие серии Впереди Нас ждет еще Очень-очень много Интересного Всем хорошего настроения Хороших людей На жизненном пути Ну и пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok